Тут в основном жируют-то кто, олигархи, депутаты? Мы-то обычные россияне, ни хера ничего не видим. Мы живем так себе дня за дня и жрем одну просрочку с магазинов. Про бабушек уже вообще молчу, которые не работают. Вчера вот вышла собака погулять и наткнулась на кучку бабушек, которые стоят и смотрят по сторонам и чуть ли не плачут. Мы сейчас видим и разрыв в приоритетах между властью и народом, и разрыв в понимании того, насколько отчаянно живут люди, у которых нет ни сбережений, ни доходов. И власти это просто не понимают, потому что у них большие загородные дома и большие сбережения. Вопрос. Чем мне платить за кредиты? Как мне жить, если денег как таковых нет? И помощи, как нам обещали, типа кредитных каникул, у нас их нет. Что мне делать? Мои налоги, которые сохранены в фонде национального благосостояния, нужно потратить на то, чтобы помочь людям. А власти считают, что нет. У властей свои приоритеты. Они считают, что эти деньги нужно отложить, чтобы вложить в национальные проекты, раздать друзьям высших политических руководителей на проекты, на которых эти люди заработают много денег. Вот разные приоритеты. Мы не можем отдать не то, что какой-то толк, а даже заплатить за квартиру коморальные услуги. И как в этой ситуации происходить, и как это и быть, нам никто не может сказать. Потому что нашему правительству на нас нету дела. И мы должны об этом думать сами. Как в свое время говорили герои Данелия, правительство на другой планете живет родной. И здесь вот тоже ничего не поменялось в этом смысле. Он сидит, закрылся у себя в бункере. И куда народ поддеваться? Они вообще что творят? Президент. Для чего нам этот президент, если толку нет, ничего не меняется в нашей стране? Ничего лучшего нету. Полный беспредел в стране. Полный беспредел.